Что ж, у нас следующий выступающий Это Лора Пайкер Она уже к нам подключилась Вот уже вышла в эфир И прекрасный фон Специально ради вас, Артём Всё ради вас Большое спасибо, Лора Извините, мы немножко задержались Поэтому сразу передаю вам Раздепрабления Очень рад вам И, пожалуйста, скажите мне, когда надо включить Будет слайды Сколько, я понимаю, их надо чуть позже включить Большое спасибо, Артём Всех рада приветствовать Я очень рада быть здесь И для меня большая радость Сегодня рассказать о том Как традиционные истории Могут помогать нам решать проблемы И, конечно же, находить общий язык С другими людьми На работе и в личной жизни Что ж, а теперь ждём, пожалуйста Запустите слайды Спасибо вам большое Что ж, приступим Итак Сегодня, как я уже сказала Сегодня буду говорить о том Почему фольклорные истории Могут быть помощниками И как мы можем традиционные истории Использовать для того Чтобы иногда как-то смягчить Скруглить углы И в работе жизни, и в деловой Немного расскажу о себе Больше 20 лет я работаю в сторителлинге Работаю в области организационного сторителлинга Это примерно 20 лет Я изначально как раз изучала мифологию фольклора в университете И я как раз хочу немного рассказать о том Как традиционные истории можно использовать в организационном сторителлинге В том числе Как можно с их помощью говорить о сложных каких-то вопросах И при этом ни у кого не вызывать какой-то агрессии И иногда часто традиционные истории Они позволяют немного растопить лед И люди чувствуют себя спокойнее Готовы уже раскрываться Что ж, немного расскажу сегодня О том, как я работаю с традиционными сказками и историями И немного посмотрим, как можно, собственно, их использовать Вот так обычно мы представляем рабочую ситуацию Мы такие все восторженные, технологичные, инновационные Но при этом мы же всё-таки люди И как будто бы мы себя отделяем от нашего естества Ведь мы всё-таки не ограничены только деловой жизнью А когда мы себя ограничиваем, мы не можем полноценно развиваться Мы на самом деле всё же для нас вот это изображение Оно более типично Вот посреди тьмы собраться у огня И делиться Делиться не только информацией, но и делиться теплом души Именно тогда возможно найти решение А иногда ведь решение находится только, когда мы раскрываемся и эмоционально Почему стоит использовать традиционные истории сейчас? Во-первых, они повсюду Мы выросли все на них Они в нас буквально с молодых ногтей Религии используют все эти традиционные метафоры Это тот язык, который нам даётся с рождения Это истории, которые проверены временем Иногда это истории, которым сотни лет, а то и, может быть, и целое тысячелетие Мы часто себя позиционируем как современные люди Но это не значит, что мы должны отрицать опыт всех предыдущих поколений Мы всё те же Мы до сих пор хотим быть вместе Мы хотим общаться Мы жаждем того, чтобы нас услышали И очень легко, может быть, нарушить какую-то конфиденциальность, когда мы рассказываем свои истории Или даже чужие, конечно же А когда мы говорим о традиционных историях То мы говорим о чём-то общечеловеческом Там ничьи права нарушить невозможно Почему часто истории традиционные содержат такую тьму? И почему их надо рассказывать? Ведь мы всех стримим всех света На самом деле, потому что каждый из нас всегда проходит через какие-то тёмные времена В нас есть эта тьма и в нашей жизни И в традиционных историях мы видим, что, несмотря на тьму, можно выйти к свету Традиционные истории о выходе на свет, скажем Они иногда достаточно трагичны Герой не выживает Но мы всегда знаем, что кто-то рассказывает историю этого героя Значит, есть тот человек, который историю этого героя знает И он может показать остальным и хочет Вот, поступайте и начали Поступайте как раз так, как поступал герой Чтобы победить тьму Чтобы выйти на свет И также часто традиционные истории показывают Что невозможно герою иногда справиться одному с тьмой В западной традиции очень часто романтизируются истории Где вот такой одинокий волк, он всё побеждает Но на самом деле Очень часто именно коллективные усилия могут помочь что-то изменить И немного я сегодня расскажу о, собственно, традиционных историях Которые я часто использую Гильгамеш, как вы знаете Это самый старый записанный миф на всём мире Гильгамеш на самом деле Такой страшный, может быть, герой Он достаточно суровый И в итоге он находит друзей И постепенно он проходит очень длинный путь Вместе со своими обретёнными друзьями И постепенно из плохого царя Становится хорошим правителем Который способен прислушиваться к своим гражданам И он проходит через путь потерь Он теряет друзей Но эта история как раз показывает Что иногда через горе мы можем узнать больше о себе И наручиться очень многому Думаю, многие знают за следующую историю Историю царя Соломона История царя Соломона и младенца И, как вы знаете, он принимает Соломоновое решение в этой истории И предлагает разделить ребёнка Которого девушки Женщины приносят И почему он это решение принимает Что он знает, что настоящая мать никогда не разрешит Разрезать ребёнка Она лучше от него откажется Чем разрешит ему навредить И эта история как раз показывает Что любовь Это, наверное, самое сильное чувство И также она показывает Что иногда даже в самых сложных ситуациях Можно найти пути, чтобы понять Где правда, а где ложь Иногда в организациях очень важно Рассказывать такие истории Для того, чтобы все понимали Что правда всё найдётся А главное, и решение всегда можно найти Ещё одна прекрасная история История мужчины Который жил в маленьком доме С огромной семьёй И он страдал от этого И он пошёл к старейшине Чтобы тот помог ему И старейшина ему сказала Привези ещё всех животных Прямо в дом И козлят, и корову И в доме стало просто невыносимо И шумно, и воняло там Было ужасно И потом старейшина сказала А теперь постепенно выводи Всех животных из дома И когда наконец-то человек это сделал Ему показалось, что у него Такой большой классный дом И эта история нас учит тому Что иногда надо просто изменить На взгляд на проблему Перспективу, скажем Конечно же, все знают историю Про слепых и слона И, конечно же, многие, наверное, знают Ещё историю про дедушку смерть О том, как, несмотря ни на что Некоторые вещи, они просто, к сожалению Невозможно их изменить И приведу пример Как я, собственно, использую историю Про слепых и слона Что ж Мне очень нравится метафора В этой истории И надеюсь, вам она тоже понравится Была деревенька В которой жили три слепца И эти слепцы, они дружили Они помогали друг другу Вели друг друга Они зависели друг от друга По сути И кто-то как-то привёл В деревню слона И все говорили о том Какой он классный И слепцы тоже хотели узнать На что же похож этот слон И кто-то подвёл их к слону Как раз Первый стоял у хобота Почувствовал, что слон похож на трубу Второй слепец стоял сбоку от слона Потрогал слона И сказал, что слон похож на стену А третий стоял у хвоста слона И сказал, что слон похож на верёвочку Здесь я в организациях останавливаю эту историю Потому что тут метафора очевидна Люди по-разному переживают одинаковые какие-то события И опыт у них может быть в итоге другой И в итоге иногда я продолжаю эту историю И вот история идёт дальше Слепцы были уверены, безусловно, что каждый из них был прав И они стали драться, ругаться И перестали дружить в итоге И больше не помогали друг другу Они не поддерживали друга Всё потому, что они не готовы были признать Что слон может быть не просто стеной Или трубой, или хвостиком Мне кажется, очень важно эту историю рассказывать Я как-то её рассказывала в компании В которой были очень большие организационные проблемы И я её в самом начале приводила как пример Того, что каждая группа внутри компании Она может быть как такой слепец Который видит только часть проблемы И если такой подход использовать То, безусловно, всё закончится как в этой истории А, безусловно, после этой истории Люди были больше готовы к, собственно, разбору проблемы И работы совместной Именно поэтому я люблю традиционные фольклорные истории В организационной деятельности И в личной жизни Потому что эти истории, они универсальны совершенно Многие традиционные истории Они содержат героев, помощников Немного расскажу о некоторых историях Которые можно использовать Итак, где же есть такие герои Мне нравятся некоторые истории Где герои, это не обязательно такие вояки А герои такие, может быть, просто хитроумные Например, храбрый портняшка Вы знаете про него Портняшка как-то убил ремнём Семь мох одновременно И даже сделал себе специальный ремень И в котором было написано Что он семерых одним махом убивахом И вот ему пришлось в итоге Из-за этого ещё встретиться С большим количеством проблем И доказать в итоге Что он правда такой храбрец Ведь никто не знал, что убил одним махом мух А не каких-то гигантов Следующая история Это история про двух сестёр Одна была прекрасная А другая такая Немножко дикая Она везде ездит на козле И размахивает Деревянной ложкой Они были рождены в королевском доме Они помогают друг другу Они совершенно неразлучны И в итоге у них в ночь много приключений И они попадают в другое королевство И король там влюбляется в красавицу-сестру Она говорит, что она выйдет за него замуж Только если принц женится на её сестричке Такой дикой И может быть неопрятной Которая всем одет непонятно во что Принц, конечно, этому не рад И вот они приезжают на свадьбу Король и красавица идут первые И младшая сестра смотрит на принца И видит, что он такой кислый И она предлагает ему спросить Почему она ездит на козле И он его спрашивает Почему ты ездишь на козле? Она говорит, разве это козёл? А козёл превращается в прекрасную ложь Он его спрашивает Почему ты в лохмотьях? И вдруг лохмотья превращаются в платье А потом ложка превращается в прекрасный скипетр С бриллиантами И с точки зрения организационного стори-теллинга Эта история точно очень важна Потому что это история, которая показывает Как важны вопросы И не надо задумываться, какие будут ответы До того, как ты ещё задал вопрос Извините, немножко У меня, может быть, уже пересыхает В горле, потому что аллергии сейчас бушуют Извините за паузу И что ж, ещё в истории про героев Я бы хотела упомянуть историю про заколдованную свинью Так что ж, история о заколдованной свиньи Это румынская сказка Сказка о принцессе Которая вынуждена в итоге выйти замуж за свинью И в итоге эта история такая Красавица и чудовище Потому что эта свинья превращается В прекрасного принца ночами И она пытается сделать всё возможное Для того, чтобы его Этого заколдованного принца Расколдовать Извините, ещё раз Надо немножко передохнуть Прокашляться Извините за эту задержку Так что ж Она пытается найти какие-то возможности Но в итоге он вынужден бежать Потому что она Ей не удаётся раскладывать его И ей приходится его искать И в итоге она пока его ищет Ей помогают три человека Потому что она им помогает И мне кажется, это правда история Которая тоже можно Можно использовать в организациях Потому что она показывает Если креативно подходить к решению проблемы Даже сложная проблема может быть решена А главное Она ещё показывает, что надо уметь принимать помощь Потому что иначе ничего не поможет Ещё одна категория традиционных Или фольклорных историй Где появляются так называемые помощники Это, конечно же, британская сказка Про горшок Ума Мальчик Он такой очень глубый И мать его хочет сделать так Чтобы он был поумнее И ему согласна помочь колдуне И она говорит Что принеси мне сердце Самого дорогого человека Самого дорогого существа Который у тебя есть Он сначала приносит Сердце свиньи Потому что он очень любит бекон Потом он приносит труп матери Который как раз умирает В это время Ему так тяжело Но и всё это колдунья отрицает Он не знает, что делать И, конечно же, он хоронит свою мать В итоге когда-то женится И очень любит свою жену И он приходит к колдуне с женой И колдунья задает три загадки И в итоге на все загадки ему подсказывают ответы жена И он спрашивает Так а теперь я когда ответил на все загадки Можно ли мне горшочек ума А ему колдунья объясняет Что всё у него уже есть У него есть жена И любящее сердце И на самом деле эта история тоже иногда показывает Что иногда не надо буквально всё воспринимать Как вот этот дурачок Главный герой Следующая история Это история кота в сапогах Это тоже прекрасный пример того Как можно и нужно принимать помощь Постараюсь вам немножко рассказать о том Как, собственно, использовать эти истории Но сначала хотела ещё раз вам напомнить Какие истории И напомнить вам Что рассказанные в нужное время В нужном месте Они прекрасны Ещё очень я люблю истории Так скажем Про то, когда люди что-то делают вместе И в организациях Это очень важно Например, прекрасная история О том, как птичка держит небо Потому что она слышала Что вроде бы Небо может упасть И приходит слон И начинает смеяться И потом просто уходит А в некоторых вариантах истории Он сначала смеётся А потом тоже встаёт на задние лапы И начинает держать небо Ещё одна прекрасная история Суп из камня Который, который, может быть, не так хорошо знают Это принц-петух Принц очень разочаровался в своём государстве И решает скинуть одежду И говорит, что он теперь петух И отец-король пытается лекарей всяких призвать И приходит мудрец И тоже снимает одежду И говорит, что я тоже буду петухом А потом вот этот мудрец говорит А можно мне брюки? И принц спрашивает А почему же вы петух И собираетесь носить брюки? Мудрый человек А почему же где-то написано Где сказано, что не может петух быть в брюках И так, соответственно, он потихонечку целиком одевается И в итоге садится и за стол И ведёт себя, как все И принц, наконец-то, тоже вернулся, так скажем, в чувства И становится он очень хорошим королём Который понимает, как, собственно, управлять государством и так далее Это прекрасная история Которая показывает, что иногда так важно быть самим собой И вернуться к себе очень важно Ещё прекрасная история Про фермера, у которого было три дочери И вот стал он старым фермером И очень боялся он, что его земли не хватит Чтобы три семьи могли жить на этой земле И питаться и так далее И он не знал, собственно, что делать Прям он сказал, что не сможет он между тремя ими разделить эту землю И отдаст землю той, которая сможет целиком заполнить амбар Дочери согласились И на следующей неделе старшая дочь в пятницу всех привела к амбару Резко открыла дверь в амбар И пыль вознеслась сверх И на секунду показалось, что весь амбар заполнен Но вот пыль вся осела И стало понятно, что надо просто убраться и всё Что ж, на следующий день в субботу был черёд средней дочери Она тоже открыла двери И взлетели там Она подкинула листья и листья упали Что ж Всё, они убрали, безусловно И на воскресенье младшая дочь всех привела в амбар Она открыла двери И ничего не произошло Но потом она достала свечу И зажгла её Но света свечи было недостаточно А потом она достала ещё три свечи И каждая из дочерей Сёстр дала И дала своему отцу И каждую свечу зажгла И попросила их встать в разные углы И свет стал заполнять амбар И она стала петь младшая дочь колыбельную Которым когда-то пела их мать И теперь амбар был полон света и музыки И казалось, что даже когда она перестала петь Музыка была в амбаре Всем было так весело после этого И фермер призадумался Что же он увидел? Он понял, что безусловно Младшая дочь, конечно, заполнила амбар Но главное, что они помогали друг другу И убирают друг за другом И помогали друг другу заполнять чем-то амбар Мне очень нравится эта история Эта история очень помогает мне Когда я вывожу людей на тему поддержки И креативных каких-то решений Итак, как можно, собственно, работать с традиционными историями Как нести их свет, в том числе в бизнес-среде Ну и, конечно же, в личных своих делах Прежде всего, можно попросить рассказать Чтобы люди рассказали истории Можно, знаете, как начать Вот, например, мне эта проблема Напоминает вот такую-то фольклорную историю Можно я расскажу? Вот можно так начать, например Можно не их попросить рассказывать А как-то вот так внести Вот мне это правда напоминает Вот эту вот историю о слоне и слепцах Вы же знаете ее? И все, вот-вот можете рассказывать свою историю Потом слушайте внимательно На какие будут ответы Может быть, какие метафоры у них будут рождаться А после этого Как раз показать Что обмен такими фольклорными историями Он все равно важен Несмотря на то, что мы тут все смотрим смартфоны А не сидим вокруг костра Если мы это можем сделать Мы можем слушать друг друга И делиться такими историями Которые важны для каждого Если мы можем использовать ресурсы И которые у нас уже есть По сути, те метафоры Которые лежат у нас с самого детства У нас не остается другой возможности А только быть вместе и объединиться По сути, это зародит маленькую искорку Которая может в итоге стать искоркой Которая заржет не один маяк Когда мы слушаем друг друга Тогда мы начинаем менять мир истории Это возможность менять мир Не пытаясь его, может быть, как-то подорвать И революционизировать Я всячески воспризываю пробовать Работать с традиционными фольклорными историями У меня самые разные есть инструменты У меня есть книги Есть карточки для рассказывания историй На моем сайте вы можете все найти Можно на консультацию записаться На бесплатную ко мне На разных социальных сетях я представлена Посмотрите, правда, здесь, кажется, есть Опечатка в адресе Но я уверена, вы можете ее поправить После собаки там нет Не должно быть А так, безусловно, пишите Я всем отвечаю И я буду рада, если мы вместе будем Светить и делать мир лучше Все, Артем Спасибо вам большое, Лора Просто прекрасно Некоторые сказки я знал А некоторые для меня новые Поэтому даже это уже одно Мне было интересно Что, все ссылочки на вас будут в чате Ждем пока вопросов в чате Если будут такие И у меня пока есть вопрос, на самом деле Вы, собственно, показали Как можно вот эти истории Запустить, начать их рассказывать Ну, вот мне кажется Ну, например, человек рядом с вами сидит Он уверен в своей правоте И вы говорите, например Ой, мне это напоминает о такой-то истории И даже если Человек не знает эту историю Хотя мне кажется, это, наверное Многие истории очень-очень известны Ну, как, например, слепцы и слон Ну, вот вы рассказываете эту историю А потом человек Ой, да не Ну, это же не так Все сейчас по-другому Вот что делать в таком случае Вот вы рассказали историю А человек так реагирует Нету связи Я по-разному поступаю Когда у меня есть время Я говорю Ну, что ж Давайте тогда Поразмышляем И я прошу человека рассказать Что он подумает Этот человек в этой истории И есть ли какие-то примеры Такого Что описано в истории Например, в его жизни И в большинстве случаев В итоге человек признается Что говорит Окей, я понял Что вы имеете в виду И все Даже если человек говорит такую фразу Уже эта маленькая дверка приоткрыта И можно дальше с человеком работать Если же человек уперт И уверен в своей правоте Несмотря ни на что И хочет на нем настаивать Несмотря ни на что Тогда можно сказать Что ж А давайте попробуем Еще посмотреть историю И можем Или, например, попробуем Другой подход И посмотрим, что будет Есть люди, которые Как будто бы Они уверены Что им надо Во что бы то ни стало Свою точку зрения Отстоять Но в итоге На самом деле Большинство людей Готовы слушать истории И если они просто будут Будут даже готовы К тому, что им не надо Менять свое мнение Но они будут готовы Признать, что есть Какие-то другие перспективы Это уже будет классно Если люди будут готовы Поделиться чем-то личным Например, по мотивам Этой рассказанной Традиционной сказки Или истории Это уже будет большой шаг вперед К примеру Собственного опыта У меня есть сосед Загляды которого Я совершенно не разделяю Это просто мне кажется Политически отвратительно И мы даже иногда Не здороваемся на улице Но вот В том году У нас не было электричества Все там порвало Из-за урагана И вот сосед Стоит рядом со мной Он говорит Как все плохо Ведь Как жалко Что во время шторма Еще свалилось дерево Оно было такое красивое И мы стали говорить Про деревень Впервые мы вообще заговорили А потом мы как-то еще встретились И, конечно О политике мы больше не говорили Но мы могли поболтать И я, например Например, мы стали Делать совместную работу По сохранению местных деревьев Я надеюсь, конечно же Что, может быть, человек изменит Свои какие-то убеждения Насчет защиты окружающей среды Изменит Может быть, и политические взгляды И, безусловно Я надеюсь, может быть, на то же самое И он надеется на это же Но вот маленькие истории такие Очень простые Они позволяют проложить дорожку Между людьми И я в организациях Это очень часто видела Я работала на международную страховую компанию Они приняли на работу Большое количество людей В другой части мира И в США сотрудники Они были не очень готовы к тому Что вот сотрудники с другой части Скажем Планеты присоединились к их компания И именно через историю Личной историей И, например, мы в том числе Обменивались историями Которые они рассказывают Своим детям перед сном И они так впечатлились Какие истории кто рассказывает И они почувствовали, что вот Рядом люди Это классно Классный пример Мне очень нравится Как традиционная история Она переплетается Как будто бы С личной историей Мне нравится Как вы это вплетаете Традиционную историю Личную историю И очень классно Вот эта идея Что расскажите историю Которую бы вы рассказали Своему ребёнку перед сном Это правда такой выход Очень на личностный уровень На самом деле У меня, кажется Созрела идея Нового упражнения На самом деле Я очень скептически Всегда был настроен К таким традиционным сказкам Историям И На самом деле Когда вот вы Рассказываете Анат Симмонс Вы так в них верите Что у меня меняется Представление об этом Безусловно Конечно Надо понимать контекст Где вы работаете Я часть Традиционной истории Использую В Тех Организациях Которые Скажем Уже Готовы К стори тейлингу В принципе Как инструменту Но На самом деле Я работала И с Инженерными Крупными Компаниями Которые Были Казалось бы Не готовы Может быть Но Я Часто показываю Что я Прекрасно Понимаю Их проблему Я Топ-специалист У меня Есть и данные И прочее Прочее И После того Как я Уже Как бы Показываю Что Я Не просто Тут Их Чтобы Поразвлечь Пришла Я реально Разбираюсь В том Что происходит Тогда Я уже Перехожу К этому Инструменту И люди Открываются Они уже Верят в меня Как специалиста И они готовы Говорят О да Я эту сказку Слышала Мне там Дед рассказывал Мне нравится Как вы Эти связи Между людьми Выстраиваете Как вы Показываете Что вы Реально Показываете Что Сначала Должны О себе Завидеть Как Специалисты Интересно Потому что Следующий Выступающий Будет О том Что говорить И Традиционный вопрос Один Маяк Хорошо А много Маяков Много Каких Историй Должно Быть Много Чтобы В мире Стало Лучше И Светлее Я Думала Над этим Вопросом И Прежде всего Я Конечно же Отвечу Это Очень Предсказуемо Мы Должны Конечно же Прежде всего Обмениваться Историями И слушать Их Внимательно А если Так Призадуматься О Типе Историй Которые Помогают Нам Быть Ближе Друг К другу Это Те Истории Которые Нас Реально Волную И В моем Случе Это Были Например Традиционные Истории Мне Очень Нравится История Про Птичку И слона Которые В итоге Держали Небо Мне Кажется Это История Которая Показывает Что Реально Можно Все Изменить Правда Надо Рассказывать Истории Которые Резонируют Вас Которые Например Что-то Рассказывают Важное Для Вас И Конечно же Должны Истории Которые Ломают Стереотипы И Преграды Которые Показывают Что даже Если Мы Кажется Далеки Друг от Друга Мы Все Равно Ходим По Одной Земле Не важно Что Конкретно Главное В принципе Рассказывать То Что Вас Болит Безусловно Например Рейн Рассказывал Историю О Боксерии Я На самом Деле Бокс Боксом Вообще Не интересует Мне Все Равно Но Мне История В итоге Тоже Очень Понравилась И Она Со мной Резонировала Потому Что Она Резонировала С Рейном Он Его Эта тема Волновала Неважно О чем История Главное О том Чтобы Это была История Которая Вас Волнует И Это Почувствует Слушатель Который Будет Внимательно Слушать И Тогда Появляются Мыички Мыички Которые Нам Помогают Спасибо большое Лора Большая Честь Мне нравится Как Вы Привели Пример В том числе Из предыдущего Спикера Рейна Спасибо большое Лора Давайте Давайте Лоре Сейчас поставим Побольше Огонечков Благодарю Вас Еще раз Большое Вам Лора Спасибо Это было Просто великолепно Большое спасибо Артем Всем Всего доброго Была рада выступить Еще раз С Congressman Появляю Большое Субтитры Субтитры bone 面 Большое Субтитры Субтитры Большое Субтитры Субтитры Услов Субтитры Субтитры Продолжение следует...